Слабость доказательств или доказательство слабости. Минобороны России снова возложил ответственность за потерю своего самолета в Сирии на Израиль. Хотя на днях делегация этой страны представила в Москве доводы с военей причастности, что изменилось. Расскажет Сергей Услендер. Казалось, что уже все точки над Ирой ставлены. После визита командующего ВВС Израиля в Москву, где он представил данные объективного контроля, все уже вроде бы стало ясно, что израильские самолеты давно были на своей базе, когда сирийцы открыли огонь, и что ни технически, ни физически F-16 не могли прикрыться российским бортом. И тут, как гром среди ясного неба, грянуло новое заявление российского Минобороны. Враждебные действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Л-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Представлены вам сегодня объективные данные, события 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут трагедии. Брифинг Минобороны в Москве сопровождался графикой, изображавшей маршруты полетов израильских и российского самолетов, также действия сирийской ПВО. По версии российских военных, в 21.39 поступило предупреждение о готовящемся ударе. Сам налет был осуществлен не в том месте, который указал израильский офицер связи. Повторно обращаю внимание, что в ходе перегорова по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщил, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии. Разговор ввелся на русском языке. Минобороны России имеют радиозапись этого разговора. Как вы видите на карте, удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией. По словам Коношенкова, российский Ил в этот момент находился намного севернее и, получается, никак не мог служить прикрытием для израильских самолетов. Кроме того, радары российской группировки просматривают все Средиземноморье, а значит, должны были видеть израильские самолеты еще в момент взлета. Коношенков утверждает, что после атаки израильские самолеты остались в районе и таким образом подставили Ил под удар сирийских зенитчиков. Это полностью противоречит версии Израиля, согласно которой к моменту открытия огня сирийской ПВО его самолеты уже подлетали к своей базе. И вновь российская версия вызывает массу сомнений, хотя бы потому, что никаких объективных данных, аудиозаписей, показаний радаров или фотоснимков представлено не было. Только графика полетов, по сути, мультфильм, на основе которого Москва предъявляет Иерусалиму столь серьезные обвинения. Теперь вопрос, как все это отразится на отношениях Израиля и России. С российской стороны останется тот или иной рычаг давления, который достигнут тем, что задействован кризис, и хотя он решен, в какой-то мере можно будет его всегда задействовать заново. В этом отношении это основная смена декораций, все остальное будет тоже, ничего практически не изменится. Впрочем, официальной реакции Израиля на эти обвинения пока нет. Похоже, там решают, как реагировать. Брифинг Минобороны показал, что Россия не считает инцидент исчерпанным и намерена идти на эскалацию кризиса. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер.